Гаррис мод это очень интересная игра. Ее создание датируется двумя десятилетиями назад, в 2004 году, когда Гарри Ньюман сделал очень простой мод на Half-Life 2 и назвал его также очень просто – Гаррис мод. Первая версия абсолютно не представляла из себя то, что мы можем наблюдать сегодня, но настойчивость Гарри сделала свое дело и пробили те года, когда он добился успеха. Его игра по сей день имеет обновление, но к сожалению Гарри Ньюман сейчас более озабочен с работой над другой очень успешной игрой – Rustem. Скорее всего вы слышали о ней раньше, как и о случайных опросах в Твиттере. Гаррис мод создал очень много позитивных чувств для множества людей с помощью своей вариативности игровых режимов, таких как глупенький Дарк РП, который держит звание самого популярного игрового режима. И давайте вспомним Хейл 2 РП, режим для людей, которые любят очень серьезные ролевые игры в устоявшихся вселенных. Это единственная игра, в которую я залип больше, чем на 2000 часов. Есть так много игровых режимов, о которых я бы хотел рассказать, но я считаю, что они заслуживают отдельного видео, потому что сегодня я не хочу говорить о них. Я хочу поговорить о чем-то другом, другом очень важном факторе успеха Гаррис Мода. Я, конечно, говорю о YouTube контенте, а точнее об анимациях. Эта игра родила целое поколение аниматоров, и в то время, как уже многие перешли к другим сферам, некоторые аниматоры все еще остаются в Гаррис Моде. Я сам сделал много анимаций на начале продвижения моего канала, и я все еще люблю смотреть их время от времени, потому что они напоминают мне о золотых временах YouTube контента Гаррис Мода. Давайте вернемся в 2008 год. В ноябре пользователь, известный как DasBowSheet, публикует первый эпизод G-Mod Idiot Box'а. На мой взгляд, этот момент ознаменовал неизбежное становление популярности игры и введение ее на обозрение массам геймеров. Серия G-Mod Idiot Box'а – вещь, которая сделала меня и кучу других людей, заинтересованными в Гаррис Моде впервые, а продолжение эпизодов – это то, что еще больше заинтересовало меня в игре. В общем, все эпизоды G-Mod Idiot Box'а имеют на текущий момент свыше 80 миллионов просмотров. То, что начиналось как простое хобби для DasBowSheet, превратилось в один из самых больших онлайн-сериалов, созданных в Гаррис Мод. Помимо простого продвижения и популяризации игры, он также дал вдохновение для бесчисленных аниматоров Гаррис Мода, некоторые из которых теперь даже больше него. К сожалению, DasBowSheet не загружал видео уже как два года, и он не дал никаких признаков планирования сделать этого. Со временем люди становились нетерпеливыми или даже начали злиться на него, но лично я уважаю его решение об неактиве и не обсуждаю его за это. В конце концов, такова жизнь. Мы идем дальше, несмотря на пропажу этого важного персонажа в нашей истории. Тем не менее, его влияние на Гаррис Мод и его сообщество всегда будет ощущаться. Конечно же, DasBowSheet не первый человек, который экспериментировал со съемкой в Гаррис Мод, потому что в 2007 году, два года перед тем, как был выпущен первый эпизод Идиот Бокса, человек, звавший себя Роберт Стоуман, работал со многими людьми, чтобы создать полуметражный фильм в Гаррис Мод 9. Да, версия игры, в которой был арбалет вместо Тулгана. Конечно, я говорю о войне серверов. Я больше ценю эту пародию на войну миров, чем почти все, что сделано в Гаррис Мод, потому что этот проект действительно показывает то, что игра и ее сообщество может создать. История почти двухчасового фильма повествует о разрушительных, скажем так, мешочках, которые вторгаются на сервера игры. Этот фильм имеет и напряженные моменты, и крутую кинематографическую съемку. Спасибо Роберту Стоуману, оператору и режиссеру фильма, который уже успел поработать и до сих пор работает над созданием киношки в разных играх. Фильм дарит очень жуткую атмосферу благодаря старому стилю съемки, и это создает неповторимые ностальгические чувства. То, как фильм изображает сервера, как взаимосвязаны города или поселки и администраторы, имеющие роли очень похожие на сотрудников полиции, очень хорошо вписывается в приключенческий аспект фильма. Даже сейчас, когда я думаю об этом фильме, я все еще поражен качеством этого творения, который был создан уже свыше 10 лет назад и снятый на устаревшей версии Гаррис Мод. Если кто-нибудь спросит вас, на что способен Гаррис Мод, покажите им войну серверов. Ладно, время поговорить о самом узнаваемом Гаррис Мод аниматоре. О персонаже, который создал один из самых веселых стилей анимации в игре, и о том, кто вдохновил меня делать свои собственные анимации. Китти 0706 Прямо как Dust Boy Sheet, Китти был массивным вдохновением для тысячи Гаррис Модеров, и его стиль анимации можно увидеть во многих потрясающих каналах даже по сей день. Он создатель Team Fabulous 2, анимации, которая имеет 20 миллионов просмотров, и время от времени некоторые люди называют ее краткометражным фильмом. Team Fabulous 2 является ярким примером гиперполизированного стиля анимации Китти с абсурдным уровнем комедии. Он сумел совместить 3D персонажей со своими нарисованными 2D оригинальными персонажами, банально сделав штуку, которую я ранее нигде и ни у кого не видел. Видео началось как простой сборник смешных моментов между командой Red и Blue из Team Fortress 2. Тогда фактически сюжет начинался, когда главный 2D герой нагнул каким-то образом всех 3D героев, и после того, как якобы вся надежда была утеряна, главный 3D герой развернул ход сюжета довольно эпическим способом. Перед концом видео две команды попали на совместный урок игры на гитаре, где они смотрелись уже не как враги, а как друзья. Китти сделал еще очень много других видео, некоторые из которых были превращены в популярные серии. Как, например, Элиот идет в школу с разнообразием разных и веселых персонажей. Можно еще вспомнить моменты с Heavy, видео снятых о некоторых тупых приключениях пулеметчика из Team Fortress 2. У каждого из его видео есть один и тот же стиль комедии, а иногда и своя собственная очаровательная история. Ну и насколько это возможно? Правда, как мы знаем, к сожалению, Китти 0706 или же по имени Колин скончался 25 января 2015 года, после долгой борьбы с лейкемией. Многие люди были разбиты горем о внезапной новости, а некоторые до сих пор скучают по нему и по сей день. Его канал является напоминанием о том, что решительный и мотивированный человек может сделать все, что угодно, даже когда есть чувство того, что все идет ко дну. Нет смысла грустить еще больше, хотя бы потому, что он создал уникальные вещи, и остаток его работ будет существовать еще очень долго, даже в его отсутствии. Если вы посмотрите на многих популярных Гаррисмод аниматоров сегодня, вы заметите что-то знакомое. Это и есть этот остаток. Да, это классическая комедия Китти 0706. Я начинаю думать, что этот стиль анимации, разработанный им, уникален для Гаррисмода, потому что только в этой игре мы можем наблюдать такое уникальное инструментальное взаимодействие 3D анимации с преувеличенной Рагдолл-физикой в настолько забавном виде. Гаррисмод анимации вызывали у меня смех 10 лет назад, и они до сих пор вызывают у меня смех по сей день. Так, сейчас время поговорить о самом важном. Золотые времена гмод-контента. Это полностью выдуманный термин, который описывает время между серединой 2012 года и приблизительно концом 2016. В это время все, и я имею в виду буквально каждый, уже знает о этой игре или играет в нее. Большие ютуберы делают ежедневные видео в Гаррисмод, включая Пьюдипая, Сиананерса, Маркеплайера, Джексаптикая. Но, что еще более важно, это то время, когда самое большое количество анимаций производилось, и их смотрели другие люди. Даже какая-то плохая анимация, сделана 10-летним парнем, который только-только купил игру, делала меня веселым, потому что я знал, что они были кем-то вдохновлены и желают стать следующим большим аниматором в Гаррисмоде. Конечно же, почти никто из них на самом деле не сделал ничего крутого в своей анимации, потому что они не знали, за что на самом деле взялись. Но что имело значение, это то, что они были вдохновлены. Примерно в это же время, когда Гаррисмод стал мейнстримом, если вы посмотрите на количество игроков в игре примерно с 2012 года, то увидите, что там было около 10-15 тысяч игроков постоянного онлайна. В следующие несколько лет эти цифры выросли до 60 тысяч игроков, и это чертовски безумно. Этот рост прямо соответствует моменту, когда большие ютуберы начали играть в Гаррисмод. Но что из этого следует? С тех пор количество игроков практически не уменьшилось. Среднее количество игроков в январе 2019 года было 53 тысячи. Тот факт, что 15-летняя игра все еще настолько популярна, настолько ошеломляющий для меня, что я даже не могу полностью осознать, как же это круто. Но еще и появился лишний миллион способов повеселить себя. Что и вероятно причина, по которой Гаррисмод продался тиражом 10 миллионов копий. Так, какое положение Гаррисмод-контента на ютубе сегодня? Ну, честно говоря, не такое уж и плохое. Хотя название видео может подразумевать что-то другое. Сначала я подумал, что все очень плохо, потому что некоторые из больших аниматоров ушли. Но потом я посмотрел на менее популярные каналы и увидел такое же качество, а в некоторых случаях качество было даже лучше. Конечно, сейчас анимация может быть не такой востребованной, но это только делает ее более особенной, так как каждый делает все, что он захочет. Я недавно пытался искать маленьких аниматоров, и то, что я нашел, это то, что вдохновило меня сделать это видео. Гмот анимации все еще тащат, и они должны оставаться в течение довольно долгого времени такими, потому что они действительно забавные и занимательные. Это видео не затрагивает движок игры или что-то типа того. Я хотел всего лишь вспомнить прошлое и заглянуть в еще неплохое будущее. Я так вдохновился, что почувствовал, что хочу снова попробовать анимировать. У меня до сих пор иногда возникают искры вдохновений и желания сделать контент в Гаррисмоде. Я не потерял надежду, что, мол, анимация Гаррисмода не может оставаться самой смешной или самой удивительной для видео на YouTube. Спасибо вам за просмотр. Перевел и озвучил Эрик Максимец. Оригинальное видео взято с канала Сюрки. Субтитры сделал DimaTorzok